Республиканские кандидаты в президенты в последнее время начали призывать христианских консерваторов бороться с угрозой религиозной свободы. Ссылаясь на законопроекты, касающиеся религиозной свободы в штатах Индиана и Арканзас, кандидаты в президенты рисуют красочные картины о том, как христианская вера все больше оказывается под огнем. «В марте мы наблюдали беспрецедентную атаку на религиозную свободу», сказал техасский сенатор Тед Круз в штате Айова на форуме, организованном Коалиции Вера и Свобода. В штатах Индиана и Арканзас законопроекты, направленные на защиту религиозной свободы, были изменены после критики со стороны ряда корпораций, которые утверждали, что эти законы будут способствовать дискриминации геев. Республиканские кандидаты высказали недовольство этими изменениями. «Корпоративной Америке нужно вести осторожнее», заявил губернатор штата Луизиана Бобби Джиндал. «У нас в Луизиане существуют законы, способные защитить людей верой и совести. Консервативной Америке не удастся запукать губернатора Луизианы», – сказал он, и его слова были встречены громкими аплодисментами. Вопрос однополых браков очень сложный, особенно в свете того, что на этой неделе Верховный суд США проводит слушание устных аргументов, которые ставят под сомнение законы, запрещающие однополые союзы. По данным Reuters, около 50% американцев поддерживают однополые браки, 34% твердо против и 16% не уверены в своем отношении к ним. В то же время, по данным опросов научно-исследовательского центра Pew, около 70% белых протестантов против однополых браков, и в 2012 году около 57% избирателей и республиканцев штатей Айова назвали себя евангельскими христианами. «Мы стремительно движемся в сторону криминализации христианства», заявил Майк Хакаби на пастырской конференции, организованной христианской организацией «Совет по семейным исследованиям». В штате Айова он вновь повторил это заявление. Но его слова вызвали как аплодисменты, так и ропот участников форума. Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер поддержал это предупреждение. «Мы должны стоять за свободу вероисповедания. В Америке мы должны быть сияющей звездой, которая показывает людям, что они могут свободно исповедовать свою религию».